В эфире Рождённые после СССР. Программа о том, как прошлое влияет на настоящее и что нас ждёт в будущем. Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о том, как современный театр становится частью не только актуального искусства, но и просто повседневной жизни. И почему молодым зрителям уже не нужны ни вешалка, ни буфет. В Москве прошёл первый форум независимых театров, на который приехало около 40 частных труб. В основном неформальная молодёжь, пытающаяся изменить театральный ландшафт своего региона. Как именно, мы поговорим об этом во второй части программы. Начнём же разговор с театральной реальности в эпоху технологической сингулярности, как сказал бы Алексей Киселёв, который вместе с социологом и журналистом Анатолием Голубовским находится в московской студии «Радио Свобода». Чтобы получить представление об этой самой реальности, я предлагаю посмотреть короткие фрагменты спектакля фестиваля «Новый европейский театр», который на днях должен закончиться, но всё ещё идёт. «Я не верю в Бог!» Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот мы видим, да, новые формы. Всегда ли это новые смыслы? Наверное, вопрос к Алексею Киселёву, который смотрел некоторые спектакли фестиваля. И там два фестиваля происходили вообще на вокзалах, об одном мы потом подробнее поговорим, у нас есть сюжет, да. Были какие-то истории, видеоистории по 10 минут, каждые 10 историй. «Был золотой осёл», проект Бориса Юхананова, который длился в общей сложности 40 часов, да, и зритель приходил на 8 часов в театр. И эта форма всё очень разная. Это определяет как-то содержание, меняет содержание самого театра принципа, как вы считаете. Вот новые формы, новый смысл. Тем, что нет больше ни одной тенденции в новой истории развития театра. Есть тенденция в каждом отдельном жанре своя, в каждом отдельном виде своя. Они все могут совершенно свободно, без всяких ограничений смешиваться и влиять друг на друга. И в частности, могут разные виды искусства также взаимодействовать. И в конце концов, мы можем видеть, что сегодня театром... Сегодня мы не сможем дать даже определение точное, что такое театр. Потому что, если мы зайдём на Википедию и посмотрим, что там театр определяется словосочетанием, как синтез разных видов искусств, где литература смешивается с музыкой, с танцем, с изобразительным искусством и так далее, то мы можем обратить внимание, что если мы начнем убирать из этого определения разные виды искусства, что там будет, сможет ли театр существовать без литературы, сможет без танца, ну, конечно, сможет без музыки абсолютно точно. Мы можем так вообще убрать всё, и останется вопрос, что же такое театр. Остается голый театр. В конце концов, есть даже такие примеры сегодняшнего голого театра, как, например, спектакль Всеволода Лисовского под названием «Молчание на заданную тему», где есть только... Ну, там есть актёр, да, там есть один актёр, который сидит, молчит в течение часа на ту тему, которую ему за пять минут до начала задаёт режиссёр. Ну, там есть и спектакль «Молчание на свободную тему», где даже актёра нет. Просто час, кто хочет, приходит и в пространство молчит. Это тоже, в принципе, как бы не в принципе, абсолютно точно, это театр. И единственное ограничение для театра — это время. Театр не может существовать без потраченного времени. Другой разговор, что это время может быть и 24 часа, как спектакль «Янов, Абра, гора, Олимп», как и «Пять минут», как спектакль «Дмитрий Волкострелов и солдат». То есть, может быть, он длится вообще одну секунду, в конце концов. Такой спектакль будет скоро, на настоящее время, который длится ноль секунд. Но, в конце концов, это говорит только о том, что мы просто пытаясь что-то определить, что там театр, что не театр, что искусство, что не искусство, сами себя загоняем в тупик, на самом деле, что эта проблема исключительно языковая. Ну, с одной стороны, да, спасибо, Алексей. Ну, Анатолию Голубовскому спрошу, а вам как кажется? Всё-таки театр, может быть, он предполагает некие условности, которые современные авторы снимают, может быть, я имею в виду авторы спектаклей, проектов. Должно быть что-то такое незыблемое в театральном... Я не знаю, если мы говорим, что может остаться один зритель, но всё равно он должен сидеть где-то, да, всё в зале. То есть, должно быть кресло-зал. То есть, вот есть какая-то вещь, которая обязательно в театре должна присутствовать, иначе это не театр, это флешмоб или перформанс что-то. Или это уже общий такой набор? Ну, я думаю, что, конечно, вот это вот ритуальное отношение к театру, связанное с тем, что вот есть здание, преимущественно с колоннами, гардероб, буфет, зал, рампа, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это главное, что сейчас, к моему удовольствию, разрушается в первую очередь и больше всего. Ну, что значит разрушается? Разрушается не так, чтобы на место всего того, о чём я говорил, вдруг пришли какие-то, не знаю, ангары, бродилки по Москве или по любой другой театральной столице, ничего подобного. Как бы существуют параллельно все вот эти вот и старые, и новые, так называемые формы. И как-то аудитория перераспределяется по всем этим замечательным местам. И хотя иногда, я просто был этому свидетелем, вот люди, которые приходят на театральный спектакль, люди пришли в театр, а попали на спектакль, уже упоминавшуюся здесь Сева Лисовского, неявные воздействия, и у них едет крыша, реально, они не понимают, что происходит. Более того, не понимают, что происходит, и все те люди, которые оказываются свидетелями этого зрелища. Может быть, это и цель спектакля как раз? Может быть, да, может быть, безусловно. Но это прекрасная цель, и всё это очень хорошо, на мой взгляд. Но вот, например, даже продолжительность спектакля, ни у кого не возникает сомнений, и, по-моему, у Алексея не возникает сомнений в том, что спектакль, опять же, того же Лисовского, ну, хорошо, окей, ну, когда люди молчат, это совершенно наполненное смыслом театральное действие, да? Может быть, потому что там соблюдаются некоторые условности из того старого, как бы, театра, ну, и слава богу. Но вот я помню, лет, наверное, 10 назад я был членом жюри «Золотой маски», и мне показали, как члену жюри, одного, или нас было двое, по-моему, мы с Мариной Давыдовой смотрели спектакль, это был спектакль «Театр и тень» под названием «Апокалипсис», который происходил в тёмной комнате, ну, там было много всяких, там что-то произносилось, там, по одному слову из «Апокалипсиса», разные известные люди говорили, а потом в спичечной коробке что-то такое происходило, там сжигался огонь, и всё это, мне было сомнений никаких, что это «Апокалипсис». Но потом меня спросили, а сколько длится этот спектакль? Я не мог вспомнить, сколько он длится. Я пытался понять, вообще, «Апокалипсис» как таковой вообще, сколько длится? Ну, не знаю, «Вечность» или там 15 минут или 20 минут, в общем, всё это разрушается. И самое главное, что совершенно неважно, какое количество народу какая форма интересует, как мне кажется. Если есть какая-то форма, которая интересует 30 человек, которые готовы приходить на что-то такое, что совершенно выламывается из такого привычного ритуального театрального посещения, то и очень хорошо. Как вам кажется, может быть, какие-то вот такие новые формы возникают в связи с, условно говоря, недостатком финансирования? Потому что театр, он достаточно много денег требует, декорации, то есть какие-то вещи, действительно много искусств, которые надо принести на некоторое время и потом их убрать. Может быть, минимализм вынужденный? И это вот такая история, связанная с поддержкой государственной. Что скажете? Ну, это очень здраво. Я могу сказать, что это и да, и нет. То есть, с одной стороны, конечно, то, что мы в России называем постдраматическим театром, ну, в частности, то, чем занимается Дмитрий Волкострелов в своем созданном и независимом петербургском театре «Пост», это во многом обусловлено отсутствием денег, и поэтому не нужно декорации делать. Достаточно просто в белой футболке и темных брюках, в кедах «Конверс» сесть на стул и достать свой айпад, и вот и будет уже, в принципе, достаточное условие для того, чтобы театр возник. Но, с другой стороны, то, что мы так условно сейчас называем новыми формами, новыми формами оно возникает и в вполне себе обеспеченном театре, и в большой форме во всем мире. В конце концов, в Театре оперы и балета в Пермском под руководством Теодора Курензиса спектакль «Носферату» по музыку Дмитрия Курлянского в постановке Теодора Саттерзополоса это, наверное, самое радикальное зрелище большой формы, которое я видел за последние много лет, хотя у меня не такой большой, конечно, опыт, но все-таки это действительно попытка очень сильно переосмыслить, так-то фундаментально переосмыслить вообще жанр музыкального спектакля как такового. И это, конечно, стоит огромных денег, то есть это невредиктованно, то есть, скажем так, поиск нового формы никак не обусловлен количеством денег в этом смысле. Но это когда театр может себе позволить, да, выбрать, не выбрать, то есть у него есть выбор, а у небольших театров или у театров, которые частным образом существуют, нет. Да, ну, есть еще такая мысль, мне кажется, что вообще, если посмотреть ретроспективно на 20 век, например, посмотреть, что там тогда называлось новыми формами в разный период времени, мы увидим, что все, что сегодня мы называем классическим театром в тот или иной момент, это было новой формой, и это всегда было продиктовано таким внутренней борьбой или внешней борьбой с пошлостью, с застоем, с инертностью. С буржуазностью. И иногда с буржуазностью. Ну, нет, в советском смысле, может быть, в 20-е годы с буржуазностью. Не знаю, может быть. Почему? Даже в начале века, до 20-го. Ну, это если мы говорим про социальные слои. Окей, пускай про социальные слои. Как социолог, Анатолий, может быть, вы понимаете, кто пойдет на какой спектакль в социальном отношении, потому что билет тоже стоит, да, и, может быть, связано это с возрастом. Вот такие формы, действительно, люди, ну, не знаю, не так часто вообще-то ходят в театр. И для большинства, наверное, да. То есть, ну, театр не должен быть массовым, по-все, он должен быть разным. Но, во всяком случае, может быть, на какие-то такие вот авангарды, условно, да, спектакль пойдет молодежь, а кто-то, кто раз или два раза в год совершает там какой-то новогодний, может быть, выход в театр, он выберет какую-то традиционную постановку. Вы понимаете, как социолог, есть какие-то вот такие вот векторы? Вы знаете, есть еще векторы, вот я чуть-чуть хотел вернуться к тому, о чем говорил Алексей, это вот финансирование, да. В принципе, конечно, у нас как-то все перевернуто в нашей реальности социально-культурной, потому что вот как раз вот такие любые поиски, эксперименты там и так далее, и так далее, они как раз должны финансироваться, ну, не должны, а могут финансироваться государством, как-то это, ну, вернее, оно должно создавать условия для того, чтобы какие-то исторические производства этого эксперимента, какой-то трансгрессии, связанные с театральным языком, как-то все это поддерживалось. А вот такие вот мейнстрим, да, которые должны зарабатывать деньги сам, его вообще-то не надо поддерживать. Но это происходит и в кинематографе, когда поддерживаются блокбастеры, которые, в принципе, для того, чтобы быть конкурентоспособными, сами должны зарабатывать деньги. А артхаус как бы не поддерживается, ищите деньги, как иностранные агенты, условно говоря. И то же самое происходит и в театре. И да, наверное, ну, естественно, если ты помимо государства существуешь, которые можешь что-то гарантировать, то исходишь из того бюджета, который можешь, грубо говоря, нарыть, или вообще без всякого бюджета. А что касается аудитории, то она тоже распределяется причудливым образом, на мой взгляд, у нас. И вообще вот эти вот социально-демографические подходы к аудитории, на мой взгляд, возраст, пол, род занятий и прочее, они дико устарели. И на самом деле никто не знает, никто это специально не изучал с точки зрения. Есть некое представление устойчивого, такой шаблон, стереотип о том, что вот эти все эксперименты, они для молодежи. А точно? А из чего это следует? Да ничего. Придите на любой такой спектакль, и вы не станете уже так уверенно это утверждать. Видимо, это связано с тем, что вот есть люди более рефлексивные и менее рефлексивные, склонные как бы гидонистически настроенные по отношению к театру, или настроенные на что-то такое совсем другое. Потому что вот этот иммерсивный театр, о котором мы уже, по-моему, начали говорить, ну, короче, есть некоторые театральные формы, которые, по сути своей, предельно демократичны, но билеты стоят такое количество денег, что просто весь этот демократизм приводит к тому, что туда приходят люди, не склонные к такому типу рефлексии, который предполагает это самое зрелище. То же самое с этими бродилками, какой-нибудь там Black Russian, как это называется. Черный русский, или вот по Ипсену вернувшиеся. Совершенно верно, там каких-то сумасшедших денег все это стоит. Хотя и там, и там, я не знаю, я не видел черного русского, но вот в привидениях там что-то такое с точки зрения языка есть. Ну, с другой стороны, и те, и другие. Можно я сейчас закончил? Да, да. Видите, я не знаю. Но ты вернувшийся в черный русский, интересно, что это независимый проект, то, что создается без бюджетных средств, это как раз в этом смысле обусловлена цена билета, потому что есть некоторые задачи, я так полагаю, выйти на окупаемость какую-то. Ну да, это не так дешево. Вот, да. Выйти на окупаемость для театра, это вообще... Друзья мои, мы начали говорить про иммерсивный театр, поэтому давайте мы посмотрим, что это такое, поскольку вот фестиваль.нет показывал, такая променад спектакль, да, разговоры беженцев. Художный руководитель, Константин Дучитель, нам удалось снять фрагмент спектакля, который происходил вот непосредственно в пространстве Ленинградского вокзала, и небольшое интервью мы сейчас посмотрим, как это выглядит, потому что всем давали, наверное, надо сказать, что это по Брехту, это разговоры двух немецких беженцев времен Второй мировой войны, это первая российская премьера, никак вот никто не мог подступиться, именно к этой пьесе, и вот тут она состоялась вот в таком виде, да, каждому зрителю выдавался такой набор, как он подслушивающий, он мог слышать актеров, которые вот в толпе как-то себя вели, разговаривали, и вот каждый двигался в меру своего понимания, за ними, рядом, или сидел где-то, кофе пил. Да, мы смотрим сюжет. Театр — это ведь не драматургия, театр — это театр. Ну, насколько я понимаю, у строителей фестиваля, они хотят показать, что вот разный театр бывает, в том числе то, что называется сегодня, сайт специфический, ну, вообще есть масса слов, которые широко используются, но, в общем-то, ну, они еще не устоялись. Ну, вот то, что мы делаем, в общем-то, знаете, и сам немножко удивляюсь, как этого никто еще не придумал. Это ведь, ну, такая простая вещь — раздать людям наушники, вот, и они попадают в совершенно другое пространство, да. Мы же, в общем, ничего не делаем, и мы намеренно ничего не делаем такое, чтобы фрапировало, чтобы, так сказать, отталкивало или как-то возбуждало, или, в общем-то, ничего не делаем, чтобы мешало людям на вокзале. Это одна из наших задач. Те люди, которые в наушниках, они попали в другое пространство, они попали в какой-то другой мир, в мир, в общем-то, высокой лицей. Потому что сам по себе текст Брехта, он, во-первых, фантастически актуален. Во-вторых, он не только там политически актуален. Мы как раз не хотели бы, чтобы это все выглядело, как такая вот игра, ну, вот, сугубо политического контекста. На самом деле там вещи, связанные с колоссальным философским контекстом. Порядок и беспорядок. Демократия и диктатура. Обыватель и герой. Что такое средний человек? И почему так стало много этих несредних? И вообще не вздохнемся ли мы все от такого обилия великих людей? Мы когда начали работать с актерами, с Сергеем Волковым и Максимом Фоминым, то мы, конечно, с этим текстом стали, ну, как-то, не просто его там обсуждать, а анализировать, да. Мы с ним долгое время жили. Мы же репетировали какое-то время. Ну, там, разным образом репетировали, но длительное время просто сидели на вокзале на Финляндске. Он стал совершенно нашим домом. Мы приезжали туда, мы уже всех знали, нас уже всех знали. Когда мне было 7 лет, я по утрам до школы решил, что буду продавать газеты. И делал это с чувством прилежания. А деньги за это отдавал своей маме и делал это с ощущением ответственности. А если папа приходил домой пьяный, и он был очень грустный, потому что пропал половину недельного заработка, он избивал меня, и я учился таким образом переносить боль. А если мне давали поесть немного картошки, тогда я должен был говорить большое спасибо. И так я развивал в себе чувство благодарности. В итоге я благодаря своему детству воспитал в себе очень много добродетелей. Ну, да, действительно, таким образом вы воспитали в себе массу разных добродетелей. И вот нет ничего проще, чем выжить из бедняка все, что угодно. Из них выжимают даже добродетели. Но я убежден, что до совершенства вам было еще далеко. Очень важно, что здесь своя жизнь. В общем-то, наша задача – эту жизнь воспринимать как какой-то живой элемент искусства. Как вы подходили к этому тексту вообще, когда его выбирали, почему вы его выбирали? Мне очень сложно сказать. Вы знаете, это было лет 15 назад. Я вообще имею такое обыкновение. Я идеи складываю в коробочку, а потом их по мере необходимости достаю. Вам не кажется это модернизмом? Модернизм устарел? Нет, пусть кажется, это не смущает. Человек, как таковой, тоже устарел. Разговоры беженцев. Это петербургский фестиваль «Точка доступа». И смотрите, это не театральное пространство. Это такая история, которая происходит сейчас. Это всё совсем не как в театре. Вот то, что касается актёрства. То есть актёр выходит просто внутрь публики, и он практически перестаёт быть актёром. Наверное, я не знаю, это к вам вопрос, Анатолий. Мне кажется, что тут совершенно другой способ коммуникации у актёра со зрителем. И спектакль «Неявные воздействия», который построен по сходному такому принципу, хотя там никто не ходит в наушниках. Но, честно говоря, вот мне, например, тяжело смотреть спектакли, сидеть в зале и наблюдать актёрство тех, кто на сцене после такого опыта. Понимаете, это совершенно другой опыт зрительский. Опыт включения не такого реального включения в действие, когда тебя ведут, заставляют что-то делать. Это такая мощная, сугестивная история и такая пробуждающая эмпатию одновременно, то есть сочувствие тому, кто рядом с тобой, прямо вот здесь сидит и говорит. При этом понятно, что все эти техники, подача какая-то, голос, это всё со сцены не слышно будет, если так будет актёр говорить. Но вот эта новизна порождает некоторое отношение уже критическое к этим привычным формам. Я просто, мне тяжело, совсем тяжело смотреть традиционный спектакль. Потому что мне всё это кажется таким фальшивым, ужасно скучным. Главное, непонятно, ради чего. Вот смотреть спектакль, где вот ходят по сцене зрители и существует четвёртая стена, так или иначе. Вот из разрушения четвёртой этой стены, вот установление прямой коммуникации, оно вообще-то, на мой взгляд, облегчает и передачу смыслов. Ну да, такое ощущение, что на самом деле постепенно... Которых новых нет, кстати. Традиционный условно-театр, да, он как-то уходит, наверное, ну вот куда-то в другое пространство. Хочу спросить, на что воздействует? Вот ведь понятно, как работал тот театр, да, и как действует теперь это. То есть там же бывает тактильность, да, вот эта вот эмпатия, о которой Анатолий сказал. И в принципе, на какие зоны театр более-менее сейчас понятно, непонятно, да, рассчитывает своё воздействие. И что в итоге, вот традиционный катарсис, что зритель должен, с чем уйти, да, потому что всегда была эта идея, да, вот, пережить, пережить и получить какое-то внутреннее состояние, там, очищения или вот, ну, у каждого своё, да, вот это вот традиционное. Это есть, остаётся? То, что мы называем традиционным театром, это, может быть, традиционный, скажем, скорее не сам театр, а вот его контекст, нахождение человека в зрительном зале и нахождение актёров на сцене, вот это всё. Мне кажется, это никуда не уходит, мы про это уже говорили, это есть, и там тоже происходит своя революция на самом деле, да, и назовите мне хотя бы там пять спектаклей, где есть четвёртая стена, ну, вы назовите, вот нет таких спектаклей, давно уже не существует эта стена, там есть попытки это сделать, у Алвиса Херманиса, например, в спектаклях в Риге, да, там какие-то, и это впечатляет по-настоящему, да, когда мы видим, когда актёры действительно существуют в условиях психологического реализма, это так впечатляет, как не впечатляет ни один спектакль, который играет в наушниках на улице, таких спектаклей очень много на самом деле, вот, и вопрос, мне кажется, не в форме, а в степени бескомпромиссности художника, который работает, неважно в какой форме, вот, а если разбирать уже по отдельности какие-то разные направления театральные, вот сайта специфического театра, как вот здесь прозвучало в словосочетании, или иммерсивного, или театра променады, это на самом деле не разные вещи, это просто разные грани, это как зелёный, кислый и квадратный, да, то есть это просто бывают спектакли иммерсивные, одновременно променады, одновременно сайта специфика, как спектакль remote Moscow, например, да, компания Rebeer Pro. На выходе что? Вот древнегреческое переживание или что? То есть или вот, или какая-то там аналитика, или, не знаю, что-то актуальное, да, социальное, как это было, то есть театр когда-то был как статья, да, то есть вот на выходе что зритель получает? Как вам кажется? Можно ли говорить о чём-то одном, как о тенденции? Или это всякий раз что-то новое, что вкладывает режиссёр в постановку? Возьмём в качестве примера спектакля «Вернувшиеся», который сейчас премьера прошла в Москве, это потом он езжает в Америку, спектакль, и это спектакль, который одновременно иммерсивный, потому что человек погружается в среду, иммерсивно означает погружение, ну, театр, работающий с погружением зрителя в определённую среду, либо реалистическую, либо фэнтезийную какую-то, где имеет в значении всё, и запах, и температура в пространстве, и геометрии этого пространства, ну, грубо говоря, и, собственно, джем-то другие перемещения у человека по пространству, она, как правило, свободная у человека, человек сам решает, куда ему пойти. Вот, а он ставит специфически, это означает, что выразительное средство спектакль черпает из того пространства, для которого он создаётся. То есть спектакль «Вернувшийся» создан в особняке 19 века, конца 19 века в доходном доме в Дашковом переулке, и там действительно про это пространство работает очень мощно, и видно, что художник, кстати, поработал максимально подробно, потому что там есть... Там просто любопытно, даже если бы там не было актёров, там было бы здорово ходить вот в этом пространстве, в дымке бесконечной, какой-то мутного света, какой-то откуда-то досящейся то ли музыки, то ли шума такого лёгкого, далёкого, и там всё, и все предметы, которые заполняют это пространство, они как будто из музеев быта конца 19 века, и там из скандинавского, я не знаю, потому что действия происходят по пьесе Ипсона. Там действительно всё настоящие предметы, эти маленькие очки, или трубки, книги, всё что угодно. Вот, это значит, сайт-специфик. И последний — это променад, когда зрителям просто предлагается не сидеть на месте, а просто всё время перемещаться, смотреть действия и бегать за ним следом. Хотя в случае с вернувшимися, там действия происходят одновременно на нескольких этажах, и зритель может действительно засесть в одном месте и смотреть, что будет происходить мимо. В общем, вот, это спектакль, который одновременно такой, секой, третий и десятый. Но, возвращаясь к вашему вопросу, он поставлен по пьесе, по драматическому произведению, и там играют актёры, они играют, это драматические актёры, которые играют пьесу, и в конце концов зрители смотрят, в общем-то, спектакль. В конце этого и могут вынести из этого катарстическое переживание, расплакаться, и потом предсказывать, про что это было, как это было. Ровно так же, как они сделали бы это, если бы спектакль по пьесе Ипсона «Привидение» шёл бы на сцене, условно говоря, малого театра. Да, или если бы они прочитали книжку. Я поняла, что главный театр теперь происходит внутри самого человека, внутри зрителя. Способы воздействия на него могут быть разные, но разговоры о том, каким становится современный театр, и чем интересуется молодой зритель, мы продолжим после короткого перерыва. В эфире «Рождённые после СССР». Программа о том, как прошлое влияет на настоящее и что нас ждёт в будущем. Веду программу. Я, Тамара Леленкова. Мы продолжаем разговор о новом театре и новом зрителе. В московской студии «Радио Свобода» один из организаторов форума независимых театров Павел Руднев и доктор искусствоведения Галина Макарова. Я хочу спросить, наверное, Павла, поскольку спектакли, которые привозили, недавно в форум прошёл, привозили из регионов, как правило, молодые режиссёры, молодые трупы, есть какая-то разница принципиальная, я не знаю, в чём она, между тем, что делают они в регионах и что традиционно было прежде и сейчас и в Москве в том числе? Конечно, потому что одна из главных мотиваций, как мы выяснили, догадывались, но и выяснили путём круглого стола интервью, одна из главных мотиваций для создания независимого театра, в то время как в городе есть два-три государственных, это, конечно, поставить то, чего никогда нельзя поставить в традиционном театре, чему не дадут состояться, там, дирекция, какие-то элементы цензуры и так далее, что не может состояться здесь, поэтому, безусловно, есть это, это очень важная составляющая. Это в форме, как-то сказывается, или темы, которые выбирают, потому что пьесы же тоже иногда традиционные, я смотрела, всё вполне театрально. Я думаю, что нет, и, конечно, и формы, и темы, и сами тексты, которые невозможны в другом городе. Например, вот если говорить конкретно, то, скажем, есть, был на нашем форуме Иркутский фестиваль новая драма, а Иркутск — это город, который театрально посвящён памяти Александра Вампилова, разумеется, но он настолько сильно посвящён этой памяти, что в какой-то момент город выталкивает из театра Ивана Варапаева, который чуть позже становится главным драматургом современности. И это театр «Новая драма», который вышел из Иркутского тюза, и они первыми в городе поставили пьесу Ивана Варапаева. То есть, вот как бы на фоне почитания, безусловно, великого драматурга забывается, затирается понимание и знание современного классика, по сути, который будет с очевидностью классиком через несколько лет. Галина Макарова, хочу спросить, скажите, вот это прочтение классиков драматургии, то и прежней, в новых контекстах, и, как правило, это зарубежные значительные степени, да? Не обязательно. Нет, не обязательно. Мне кажется, гораздо активнее переосмысливает Чехова, чем, предположим, Шекспира даже. Мне кажется, что есть такая потребность некого самовыражения через классику, просто поскольку есть какой-то текст, и при опоре на текст, и когда текста много, его можно интерпретировать. И когда он интерпретируется, то, естественно, возникают какие-то аллюзии, какие-то намеки на сегодняшний день и так далее. И мне кажется, здесь еще есть такая, может быть, это дерзостью трудно назвать, но некое режиссерское самоутверждение. Вот есть пьеса с большой традицией, а я вот возьму и сейчас ее превращу, это не всегда превращу в современную. Ее будут смотреть, они будут спорить, и я, в общем, каким-то образом, я режиссер, буду выглядеть как таким вот новатором, смелым, новым, и во всяком случае удивляющим всех. Мне кажется, что здесь есть такая борьба с сопротивлением материала, потому что материал все-таки иногда очень сильно сопротивляется, и переосмыслить как-то трудно. Но мне кажется, что, предположим, с Чеховым обращаются гораздо более вольно. Вот есть спектакль «Питерские три сестры», вероятно, значит, вы видели. В общем, такого с Шекспиром еще у нас, значит, не творили. И то, что вот в Москве делают, предположим, Богомолов и Серебреньков, то, что Богомолов делали с Зостоевским, то, что это русская, в общем, русская классика, инсценировка, ну, в общем, такого как-то... Вероятно, Шекспир больше сопротивляется своим текстам и своим традициям, потому что иногда просто возникает какая-то такая вот стилизация и монтаж каких-то эпизодов, которые берутся из разных спектаклей, то есть некоторой такой еще самопрепрестации собственных знаний. Причем и молодых режиссеров, и уже среднего поколения. Так что мне кажется, что вот такое «Тяготение пряосьмысель классики» это такая некоторая попытка ну, вот себя представить таким вот неким демиургом, властелином вот того, что происходит, поскольку такое демиургическое начало в режиссоре, которое где-то возникло еще в период романтизма очень давно, оно как-то сейчас поднимается, некая форма самосознания личности, индивидуума. Причем и молодых, и пожилых. Одинаково совершенно по отношению к зарубежной классике и к нашей классике, но к нашей, мне кажется, даже такая дерзость, она даже иногда «на вот я этого Чехова сейчас поставлю». Ага, Павел, вы согласны? Так это? Наверное, да. Да, я думаю, да. Даже нечего добавить. Нечего добавить. Скажите, а вот по-прежнему это какие-то такие ну, вечные образы, то есть это вот какие-то вещи, которые для человека важны, и они просто решаются в каком-то новом прочтении или в новые формулировки. Или возникают какие-то дополнительные моменты, потому что иногда присутствует социальный какой-то проект, бывает, да. Иногда, значит, какой-то местный, региональный, очень такой острый какой-то аспект. Нет, я думаю, что тут в двух направлениях. Во-первых, художник всегда ставит о том, что болит, и действительно, если это совпадает с какой-то вот, ну, с каким-то неврозом, который здесь и сейчас присутствует в обществе или конкретно у художника, у артистов, то, конечно, да, там, классика помогает этот невроз распаковать. Ну, не обязательно классика, я имею в виду, в принципе, вот те обстановки, которые показывали это произведение. Но еще очень часто, почему переосмысляется, да, потому что условия восприятия изменились, вот это очень важно, очень мало об этом, мне кажется, говорится, да, о том, что мы, как каждое новое поколение, каждое новое десятилетие, мы заново воспринимаем природу, через природу и искусство через новые поры, через новые инструментарии, да, скажем, ну, конечно, для нас сегодня важно вот это дигитальное восприятие цифровое, потому что большинство информации, которые входят в наши уши, это преобразованной цифрой какая-либо информация, и это переструктурирует наши мозги, это заставляет нас более, больше выбирать в себя информацию, больше фильтровать ее, и так далее, да, то есть, как бы, познание всегда работает через различные формы, через различные формы, одним словом, всегда познание изменяется, и очень часто то, что сказано классиками в определенной форме, перестает работать для нас, да, вот мы же сегодня литературу 18 века, да и даже литературу, скажем, русского романтизма, мы не можем читать без глоссария, без энциклопедии, без какого-либо объяснения, потому что это отходит от нас, мы языка уже не понимаем, способы выражения, слов, которые употребляют люди, смысл слов меняется, слова обновляют свое значение, и это все предмет театра, безусловно, потому что театр переводит литературу в визуальную информацию, да, ну, мне кажется, что здесь как раз происходит такое расхождение, к вам вопрос, Галина Макарова, потому что, смотрите, то, что происходит сейчас, оно, в общем-то, привычно и нормально для вот то, что касается цифрового вот этих вот нового театрального языка, это к молодым, в принципе, те, кто владеет, кто в этом живет, да, то есть есть разный язык, и театр, наверное, должен говорить на разных языках, невозможно одновременно, да, для публики там, старшего поколения и молодых, вот вы давно смотрите разные спектакли, да, у вас уже недостаточный опыт, и вы понимаете, насколько это трагично, может быть, может быть, какие-то вещи просто уже становятся людям определенного поколения недоступны? Нет, мне кажется, трагично другое, тут действительно, наверное, как-то возраст виноват, я бы сказала, поскольку мы сейчас работаем, мы, я имею в виду, вообще театральная вот среда, даже критики, искусствоведы, дело все в том, что наш театр сейчас очень быстро нагоняет и очень быстро воспринимает то, что было когда-то, и в 60-е годы, и в 70-е годы, в общем, вот некоторая стилистика, такая тоже стилистика визуализации, она, в общем, была освоена западным театром, но тогда было меньше гастролей и прочее, вот я вспоминаю 89-й год, когда мы делали такой очень широкий фестиваль, вероятно, он был такой первый фестиваль немецкий, немецкоязычных театров, и действительно публика так была немножко как-то вот даже не то, что напугана, а как-то такой немножечко, знаешь, шокирована, поскольку некая табуированность, запреты, трактовки, некоторые формы и какие-то ситуации, которые нам были непривычны, они действительно были показаны, и потом наступило такое некоторое затишье, а сейчас это как-то взрождается, потому что стали ездить, стали смотреть все эти ютюбы и прочее, там, в интернете, то, что выложено, и, в общем, мне кажется, старшее поколение, ну как старшее поколение, ну может быть, просто я в гуманитарной среде вращаюсь, ну как-то все это, в общем, воспринимается, но дело в том, что театральная форма, она меняется сама по себе, потому что слово, оно либо форсируется, либо даже иногда повторяется, может быть, замечал вот и Павел тоже, просто иногда в спектакле повторяется одно и то же, как такое вот, вроде бы, декламируется снова, вроде бы одно и то же, там, предположим, там, дядя Ваня, все это говорится, мы отдохнем, мы отдохнем, мы отдохнем, получается такой рок-припев, вот то, что воспринимает и молодежь, к чему, в общем, как-то привыкают уже, ну родители, я бы сказала, вот 40-летние, конечно, там, кто постарше, но те должны как-то такое вспомнить, действительно, молодость, но меня-то огорчает, кстати, вот в современном театре то, что он заставляет меня вспомнить 60-е, как-то я еще не очень ездила, а вот 70-80-е годы, я просто вспоминаю, к сожалению, приемы повторяются, приемы повторяются, и это вызывает вы имеете в виду не российские, или российские? Нет, просто то, что было в Польше, в Германии, я вам романский театр меньше знаю, я знаю такой немецкоязычный, но англоязычный, и, соответственно, вот польский, в общем, повторяются какие-то приемы, ну, на новом материале с какой-то новой окраской, но, тем не менее, иногда даже шутку говорю, как приятно вспомнить молодость, там, смотрю какой-нибудь спектакль, думаю, ну, надо же, вот я когда-то первый раз где-то выехал там очень давно, я смотрю то же самое, вот открытое пространство, вот это вот театр путешествий, вот этот вот променад, вот обращение к залу, устройство спектаклей, организация спектаклей в каких-то нетрадиционных помещениях, я как раз вспоминала, когда вот вы показывали вокзал, то я как раз вспоминала такие вот свои поездки вот уже 80-х годов, я вспомнила три спектакля, ставили Фауст, на французском вокзале, ставили в таком входе в метро Гюльдерлинг, классику, причем действительно классику ставили, ведь действительно вот эти разомкутые пространства, и, соответственно, ставили Гамлета, ну, вот такой почти пляж, такой почти пляж Гамлета и Отелла, вот, то есть это, в общем, действительно как-то было, и мы, надо сказать, быстро нагоняем, надо отдать должное, в общем, как-то такое, то есть мы вошли, вот, ну, может быть, рискованно сказать, что мы уже где-то почти что сравнялись как-то вот, поэтому, в общем, да, 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 потому что сейчас уже, в общем, достаточно смело что все это делается и, в общем, воспринимается, вероятно, потому что все-таки открыто пространство, поездки и прочее. Открыто, да, некоторое время как, и получается, что тот советский период, который был, он все это погасил, притормозил. И я хочу попросить показать нам интервью с Алексеем Барташевичем, он как раз о разнице и о тех возможностях, которые были спрятаны, а может быть, и не всегда спрятаны в советское время. Надо две вещи различать. Первое – это советский театр, а второе – это театр советского времени. Это разные вещи. Это разные вещи, потому что советский театр, то есть это такой, ну, там официозный, казенный, мнимый, жизнеподобный театр, такого было очень много. Театр советской эпохи был великим театром. Он был великим театром именно потому, что питался идеями противостояния, питался идеями поколения шестидесятников, скажем. Я упоминал о Любимове, но это был еще Трустоногов, это был Эфрос, это был молодой современник. Я уверен, что то, что было сделано в отечественном театре 60-70-х годов, это была вершина послевоенной театральной истории. Сейчас в театре происходит ужасно много, очень много любопытного, живого, пожалуй, никогда не было столько динамики в театральной жизни, динамики пестроты. Но если говорить о художественных вершинах, то эти вершины, как мне кажется, наш театр пережил, создал именно вот тогда. Когда вы перешагивали порог Таганки, вы оказывались в совсем другом мире, чем тот, который был для вас привычен за пределами театра. Театр Эфроса был настоящим потрясающе глубоким образцом психологического театра, психологического в самом прекрасном и глубоком смысле этого слова. В современной Москве существует, вот как в советской Москве, скажем, Таганка была чем-то вроде острова вольностей, так в советской Москве тоже такой остров есть. Есть только не вольность, а наоборот, такого старого советского, скверного смыслового театра. Это МХАТ на Тверском бульваре, это МХАТ Татьяны Васильевны Дорониной. Идешь, и с одной стороны смотришь, боже мой, какое бездарное и пустое зрелище. А с другой стороны испытываешь некоторые ностальгические чувства, потому что да, у тебя ощущение, что ты вернулся во времена, когда тебе было лет 20. Так что эмоции смешанные. А были зрители, как вы, ваше окружение, которые бежали на любимого, на Эфроса? Как вот они существовали вместе, не знаю, в одном зале? В сущности, в одном зале они встретились довольно редко, потому что публика, современника Таганки и Эфроса, это одна публика. А публика, да, публика до Ефремовского МХАТа или Малого театра, это в сущности разные публики. Это определенный состав людей с определенными вкусами, с определенными политическими, социальными, а иногда без всяких политически социальных взглядов и так далее. Это разные публики. И чем больше расслаивается общество, тем больше расслаивается театральная публика, и тем больше расслаиваются театры. Ну вот такое мнение Алексея Барташевича. Скажите, вы согласны с этим, что расслаивается театр? Мы в первой части программы говорили про это, и было мнение, что нет, что публика одна, а она просто интересуется и расслаивается. Все то же самое, что говорит Алексей Владимирович, присутствует и сегодня, абсолютно, как и общество, все расслоено до невозможности. Я думаю, что даже еще оно больше стратифицировалось сегодня, поэтому мне кажется, что диагноз-то точно такой же. А постсоветский такой стереотип, он присутствует, вот советский стереотип, да, потому что, может быть, это обсуждалось на форуме, когда приезжали. Может быть, одно дело Москва или какие-то крупные города, а другое дело города, где есть театр, ну, может быть, есть какая-то жизнь такая театральная, студийная, да, но там сложнее существовать. Нет, вы знаете, нет, наоборот, как бы говорили о том, что как раз вот эти независимые театры, они, отслоившись от магистрального театра, они находят свою публику очень легко, да, потому что это как раз люди, которые, как правило, в традиционный театр не ходят. И это привлечение на сторону театра людей, которые там, возможно, никогда, он их отпугивает, собственно говоря. Ну, театральная публика, так вот, в провинции, надо себе представить, в средней, арифметической, да, это 40 лет, да, 40 плюс, наверное, ну, как-то так вот. Ну, да нет, ну, вот, да, как раз да, наверное, да, традиционный театр, а вот, собственно, эти молодые театры, они, конечно, ориентированы больше на 20-летних, 30-летних, и, собственно, и дают им какой-то простор для этого разговора, да, и на них уже не действуют какие-то советские стереотипы вокруг театра, там, того нельзя, этого нельзя. Но они просто, может быть, их не знают, да, это не их история, в принципе, возможно. Ну, может быть, может быть, да. Вот, единственное, что, наверное, следует сказать, что, наверное, сложности, например, с какими-то отдельными жанрами, например, современная хореография в каких-то городах совсем не прививается, потому что нет традиции, и люди привыкли к классическому балету, и когда... Мы говорим о контемпорарии, вот, и о контемпорарии, да, вот, что искривленное, негармоничное, дискретное тело, оно не воспринимается как предмет искусства, вот, только вот по этому поводу возникали некие проблемы, а так, на самом деле, театры ориентируются именно на того зрителя, который театром потерян, по сути, традиционным, да, потому что, ну, вот, как бы, это некое новое предложение для людей, которые, значит, и более того, вот, еще самое дорогое, что я услышал от этих ребят, которые делают театр, что они говорили о том, что мотивация сделать театр, я устал ездить в другие города, чтобы получить то, что мне нужно, да, я хочу, чтобы отсюда люди не уезжали, да, то есть это вот удерживание людей внутри своего города, да, создание для них, вот, ну, как бы, среды, ну, как бы, комфорта, в каком-то смысле слова, да, того искусства, которое им интересно, чтобы они не расплескивались в другие города, скажем так, да. Ну, да, создание некой такой культурной, как это мне заезжено звучит, да, среды для своих сверстников, да, для себя и для остальных. Галина Витальевна, спрошу, вы преподаете в РГГУ, вы понимаете, может быть, интересен молодым людям театр современный и современный или какой вообще, в чем есть ли этот интерес? Ну, как общество, есть расслоение в обществе, есть расслоение среди студентов, ну, как-то, я думаю, что когда мы их выпускаем, то мы до чего-то такое их уже доводим, как-то, чем-то мы... Ну, они гуманитарии, да, понятно. Они гуманитарии, но вот курсы очень разные, и каждый раз меня предупреждают, что вот придет курс, они такие новые, они такие другие, они будут вас не понимать, но как раз вот я преподаю, я скажу, с 93-го года, и, в общем, мало меняется молодежь, то есть мы как-то такое приводим вот в порядок уже вот в течение, там, 4-х лет, сейчас, к сожалению, 4 вместо 5, но они не верят, вот вдохновенная речь Алексея Вадимовича, вот они не верят, что был прекрасный театр, они иногда попадают просто на какие-то спектакли, не очень удобно, я говорю, ну, это было замечательно, вот Таганка, я еще жила на Таганке, просто все время туда бегали и прочее, я говорю, это действительно было замечательно, но когда я говорила вот про авангарда, в общем, это же не совсем авангард, это просто такое возрождение прекрасного и блестящего 20-х, 30-х годов, ну, такое по-разному, потому что такое появилось психологического театра, к которому стремился современник, и некий такой театр связан с конструктивизмом, там, с экспрессионизмом, соответственно, с некими вот левыми движениями, там, леткулевским и так далее. У нас достаточно давно, пьесы были все написаны очень давно, и Анеску, Брехет, это все прошлый век. Ну, у нас это прошлый век, но Брехет еще сейчас стоит, сейчас такой интерес к Брехету, к некому такой, к социальному началу и отрицанию нонконформизма такого вот, и нонконформизма, и обермен конформизм, потому что это такой, некоторый такой, ну, крайний нонконформизм, когда тоже ничего не создается, и такой опасный конформизм. Он сейчас новый спектакль, он еще немножко, по-моему, Павел его еще не видел, это спектакль «Барабановый ночей», это барабанский пьес, который поставил Бутусов. Вот там просто вот нам плакатно, говорят, как надо обязательно в чем-то участвовать, вот нельзя отказаться, прикнуть какой-то, ну, там, соответственно, Берлин, спартакское восстание, и герой не примыкает ни к тому другому, а говорит, что я пойду домой, там есть свой суп, и спай со своей женой. И потом показано, как падает берлинская стена, и как сидит такая обывательская какая-то семья, то есть вот ты тогда не присоединился ни к кому, и вот результат, и вот результат такой национальной трагедии. Очень прямолинейно, но публика воспринимает, воспринимает, что вот они тоже сидят как-то такое, и, в общем, к чему-то, то есть вот бойтесь равнодушных. Очень сильно сделано, но справедливо с провалами, которые всегда у Бутусов бывают, у него иногда просто такой шедевр, а иногда что-то такое вот просто проседает, к сожалению. Но общество расслоено, просто я живу там в обыкновенном таком районе, дальнем, вот, и иногда я такое, в общем, слышу и про искусство, и про вот тот самый балет, и прочее подобное, а так как они знают, что я вроде гуманитарий, ты объясни, это порнография, я им даже объясняю, что это не порнография. Так что сложно. Смотрите, как интересно. А с другой стороны, есть такой возврат, и тоже это стало по театрам из регионов частным, возврат к студийности и андеграунду, как раз вот то, о чем говорила Галина Витальевна, вот, ну, практически 80-х годов, да, вот как-то мы понимаем, вот, студийность, то есть театр такой классический, он постепенно, может быть, сходит на нет, но понятно, что это дело времени, да, мы не можем сказать, что это вот закончится там послезавтра, обычно такие формы, они еще какое-то время существуют, и это студийность, это правда, почему, как вы думаете, вот мой последний вопрос. Я думаю, что... Когда и актер, непрофессиональный актер, и режиссер, скорее, вот, не знаю, там, куратор, чем режиссер, не всегда, но часто. Я думаю, что, конечно, вот, искусство театральное, оно теряет какую-то дидактичность сегодня, вот, как бы, назидательность и дидактику, и оно интересно людям, когда оно предполагает вот возможности лаборатории изучения чего-то, исследования какой-то антропологической практики, да, какого-то, какого-то антропологического контекста, и вот вы сейчас, да, с Алексеем и Борисовым говорили про там иммерсивный театр, про, значит, специфик, это же все для чего нужно, для того, чтобы вывести человека из состояния комфорта и вывести человека из инерционности, да, потому что классический театр предполагает все-таки пассивного зрителя, да, который воспринимает некое сообщение, к нему, с ним же прикасаясь только душевно. Новый театр требует от зрителя внедрения, да, он, вот, как бы, да, новые театры знают зрителя в лицо, они не асоциальны по преимуществу, и они обращаются к каждому конкретно, если угодно, и, наверное, именно это вот цепляет людей, и именно когда есть вот эта лабораторность, когда есть возможность сделать зрителя соучастником, а не просто внимающим, да, тогда люди вот цепляются, и вот, собственно, я хотел продолжить Галина Витальевна, потому что я имею отношение к, там, когда вот приходят молодые театроведы, продюсеры и артисты в школу-студию МХАТ и в ГИТИС, и вот интересно, вот, я как бы понял о том, что что-то меняется в тот момент, когда я слышу их монологи, вот в чем твоя мотивация, ты был вчера школьником, в чем твоя мотивация, что ты пришел в ГИТИС или в школу-студию? Они все говорят, что я увидел Бутусова, я увидел Серебренникова, я увидел Панкова, я увидел Крымова, я увидел вот такую странную форму и там какой-то сайт-специфик, и я пришел к вам, да, то есть они все обжжены вот этим новым театром, никто не говорит, я пришел сюда, потому что я увидел классический театр. Да, спасибо, это был Павел Руднев, московской студии, также доктор-искусствоведник Галина Макарова, мы сегодня говорили о новом театре, о новом зрителе, о будущем театра, ну вот каким оно может быть, и о фестивалях, которые идут, и вот фестивали НЕТ, которые идут, и форуме, который прошел, это были рожденные после СССР, вела программу Тамара Лиленкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...